Вода в Протве санитарным нормам не соответствует, купаться не рекомендуется, но не сказать, чтобы поблизости много водоемов, где показатели лучше и есть оборудованные по правилам пляжи. Многие проблемы Протвы связаны с многолетними загрязнениями, с ними годами обещают разобраться, но никак не разберутся. Взять хоть ермолинские очистные, сколько раз сдвигались сроки окончания их реконструкции, сколько раз уже говорили и писали про странного цвета воду и пену за Обнинской плотиной. Конечно, субботник моржей не решит ни одну из этих проблем, но неравнодушные жители делают то, что им под силу, заботятся о том, что ценят. Это наша инициатива, мы делаем для себя, для людей, чтобы река была чище, чтобы водоросли, потому что она заросла полностью и вся грязь здесь оседает. Ила очень много на дне, бревна, все это мы пытаемся вытащить, то, что возможно. Территорию мы убираем прибрежную постоянно, то есть это наша прямая обязанность, чтобы здесь было чисто, чтобы люди не видели банок, бутылок. Это у нас наша прямая обязанность, которую мы добровольно взяли на себя. На реку мы в прошлом году довольно-таки прилично убрали ту левую сторону, в сторону реки Репенко. В этом году здесь уже водорослей нет, поэтому мы решили в этом году убирать в противоположную сторону. И неплохо получается. Обнинцы делятся наблюдениями, что протва стала зарастать. Если выйти к городскому пляжу, то чисто только место для купания. А чуть дальше уже все заросло камышом, затянулось ряской, плавает в этом во всем мусор. Валерий Астахов тоже отмечает, что состояние реки оставляет желать лучшего. Не очень благоприятная обстановка на реке. Много рыбы было той, которая, я не говорю, что она мертвой была, а той, которой нечем дышать. Я сам это видел, сам это снимал неоднократно. Она уходила в репенку, потому что почему-то в реке дышать нечем было. Но рыбы в реке очень много. Рекой надо заниматься. Со стороны Ермолина идут стоки, те, которые идут по центру реки, они даже видны, когда идут. Поэтому хотелось бы, чтобы администрация Обнинска и Боровского района уделили этому большое внимание. Еще мы будем, естественно, обращаться, вот уже письмо готово, Министерство природных ресурсов и экологии, для того, чтобы они обратили внимание на нашу протву. И дело тут не только в заботе об экологии. Есть люди, которые прекратили закаливание из-за состояния реки. Если бы протва стала чище, стали бы гораздо привлекательнее и зимние заплывы, убежден Валерий Астахов. В Министерстве экологии нам ранее говорили, что готовится проект расчистки протвы. Не менее 25 километров реки приведут в порядок. Работа затронет территории нескольких муниципалитетов. Будут убирать донные отложения, вытаскивать топляки, упавшие деревья, чистить берега. Когда это произойдет, также пока неизвестно.